Доброе утро, друзья! На дворе 9 января. С вами утреннее шоу Ещё больше минералов. Артавас Мурадян. Артавас Сопля Мурадян. Захар Сопинь, Габочаров и Павел Болоцкий. Первый выпуск в этом году для тех, кто такой зашёл. А они не стримили 1 января? Интересно. Я сейчас проверю. Ведь могли же стримить 1 января. Наверняка. Первый выпуск в этом году. У нас много новостей. Некоторые такие итоговые, некоторые свежие. А вы не вас стримили? Что? На праздниках. Нет. И ты тоже нет? Нет. Я играл только в Шовл Найт. Естественно, что мне хватило. Это вот так вот 3D с открытия такой давай. А ещё и на 3D Это ты поэтому не хотел прийти ко мне на день рождения? Потому что ты играл в Шовл Найт? Да. Не из-за того, что я его плёвывал лёгкие, просто я играл в Шовл Найт. И его плёвывал лёгкие. И где они теперь? В канализации. Ну ладно, всё. Бежим, бежим! Срочные новости! Общаются с крысами. Просто мы и так закончим стоить где-то в 6, наверное. Да нормально. Глядя на этот свист. Это нормально. Это конец рабочего дня. Всё хорошо. Всех с праздниками, друзья. С прошедшим Новым Годом. С прошедшим Рождеством для тех, кто сильно верует и празднует. Всех, что ещё там было? Католическим Рождеством. День рождения Дэвида Буэйвэя. С которым мы могли поздравить ещё в прошлом году всех. Да. Мы не сделали этого. С днём рождения Арика. С днём рождения Пашу. Когда что-то будет? И, наверное, он ближе, чем был в конце прошлого года. А, с прошедшим днём рождения Захара ещё. Да, спасибо. Хотя она осталась в прошлом году. Как бы можно и не поздравлять. Да, да. Примерно так же ты, наверное, подумал и в сам день рождения. Вот. И в целом, да, хорошие были празднички. Мы хорошенько отдохнули. Стало очень холодно. Коротко как-то, знаешь. Да, согласен. Было несколько ярких вспышек. Да. Когда влетала бутылка, пробка шампансов. Какая-то, знаешь, знаменитая гифка мужчин. И искренне все. Я только не посмотрела этот фильм, наверное. Пусть это фильм. Какой фильм? Я узнал. Я, кстати, я вчера... Я все забыл. Вчера я праздновал... Четвёртый день от окончания своего дня рождения. Да, да. Восьмое января. Просто так. Вот. И я узнал вчера, что есть такое понятие, как грибной человек. Надеюсь, что это... The last of us. Вы не поверите. Это человек, который ест грибы. Вот. И он раб. Если он умирает, находит нового. И эти грибы выбрасывают. То есть это человек, который тестирует грибы. Подожди. Ну, то есть он сейчас уже не существует. Подожди. Это профессия, правильно? Да, да, да. Ну, как профессия. Ну, сложно сказать, что если ты раб. И, например, убирать с поля, это твоя профессия. Раб, это профессия. Он тестировал грибы. Обычные грибы, да? Ну, разные, я думаю. Ну, то есть это... Ну, типа там, подосильники. Ну, да, да. Мухоморы. Да. Вот. Ну, то есть... Просто фан-фак. Где это на хэдхантере? Какой это раздел? В какой компании нужен такой специалист по грибам? Компания Майкрософт ищет грибного человека. Срочно. Да. Мой любимый... Ладно, небольшое отступление, прежде чем мы начнем. Не торопись. Расслабься. Я не тороплюсь. Это должен быть хороший выпуск, нежный. Вот. А я вспомнил в свое время, как-то мы увидели с коллегами... Грибного человека? Почти, да. Должность то ли на хэдхантере, то ли типа на каком-то сайте, типа job.ru, там, не помню, не суть. Отпугиватель медведей. Он даже по интернету ходил какое-то время. Пошел отсюда! Такой подходит. Да, да, да. Слышь, косолапый. Значит, там что-то типа много тысяч долларов, там типа шесть тысяч долларов за всю экспедицию. Ты едешь, значит, на ледоколе, и у тебя есть мегафон, и ты должен орать на медведей, чтобы они уходили от корабля, чтобы не попасть под него. Ну, то есть, звучит как фейковая должность, но так манит. Но она есть. Но так манит, понимаешь, поработать отпугивателем медведей. Черт. В России востребованная профессия. Мы, кстати, 7 января пришли к выводу с ребятами, что худшее, худшее, что может случиться, на самом деле, очень тепло. Вот этот воздух, который выходит из Паши, он тепленький. Подумай, где был этот воздух до этого. Внутри папа. Отпугивал медведей. Это биполярный полярник. И все. Самая худшая профессия – это биполярный полярник. Биполярность – это когда у тебя резкая смена настроения с эйфории на депрессию. И самая худшая ситуация, в которой может оказаться биполярный полярник – это когда на него нападает биполярный медведь. И мне кажется, как раз отпугиватель медведей. Я кажется, предугадать будущее невозможно в такой ситуации. Возможно, мир схлопнется. Да, что случится, это интереснее, чем концовка второй серии. Возможно, они начнут танцевать. Как в индийском кино. И потом отпугиватель входит. Отпугиватель – это ролик. Не лезь, она тебя убьет. Лезер Харт прислал 101 рубль и пишет. Работал весь декабрь, как гарус на Армандии. То есть, ничего не делал, да? Калибровал. Да, да, такой, я халибрую. Я халибрую весь декабрь. Калибровал. За счетом названия песни. Шансон. Отчет из утра до утра. Он все это время развивался изо всех сил и не успевал на трансляции. Но жнецы остановлены, и я снова могу вас смотреть в прямом эфире и деградировать обратно. Всех с прошедшими днями рождения. Спасибо, Лезер Харт. Деградируй это. Это правильно. Деградируй это. 101 рубль от легких Захара. Захар, бери нас. Здесь темно и плохо пахнет. Вот так вот. Вы свободны. Ладно. Поехали. Да, одной строкой новости буквальненько. Sony опубликовала список самых загружаемых игр 2016 года. На улице холодно, поэтому мой планшет усох. Превратился в маленький телефончик. С белым налетом. Компания Sony опубликовала топ самых загружаемых игр 2016 года. В него вошли No Man's Sky, The Last of Us и даже GTA San Andreas. Самым популярным проектом на PlayStation 4 стала гоночная игра Rocket League от студии PSAN. Тут нет GTA San Andreas. Кто-то ошибся. Ну хорошо, наверное, на GTA 5. То есть одно из двух. Второе место занял шутер про Первую мировую войну Battlefield 1. Третья позиция досталась Minecraft PlayStation 4 Edition. На PlayStation 3 лидирующее место заняла игра Minecraft PlayStation 3 Edition. Серебро забрала драма The Last of Us от студии Naughty Dog. Третьим Minecraft качали больше, чем The Last of Us. Конечно. Мир просором просто. И дальше больше, чем Call of Duty. Третьим самым скачиваемым проектом встала GTA 5. А, на PlayStation 3, наверное, GTA San Andreas. Наверное, людям подарили по 2 500 и говорят, купить что-нибудь. Они таких заходят. GTA San Andreas. Minecraft. На PlayStation 3. 4 тоже. Да? Есть пак. Они выпустили же пак. Окей. Ну там такая убогая графика, что... Там чуть ли не мобильный. Ну, играть еще за чернокожую надо. Да. Недавно Ubisoft выпустила ремейк там. Недавно Ubisoft выпустила патч и главный герой Watch Dogs 2 стал белым. Завтра в новостях на DTF.ru. Главный герой Watch Dogs 2 стал белым, остальные почернели, да? Ладно, топ-10 загрузок на PlayStation 4. Это Rocket League, Battlefield в порядке топа. Minecraft, PlayStation 4 Edition. Battlefield в порядке. Battlefield в порядке, это новая часть. Call of Duty Infinite Warfare, Tom Clancy's Division, GTA 5, Overwatch, Battlefield 4, и такие, Overwatch, опять эта игра, похожа на аниме. Сейчас ставим голосом. Battle Call of Duty 4, No Man's Sky, FIFA 18. Одним из самых загружаемых дополнений на PS4 стала Call of Duty Black Ops 3 Awakening. Внезапно. Владельцы шлема виртуальной реальности PlayStation VR больше всего скачали симулятор работы. Job simulator. На первом так хочется поработать. Вообще так хочется, весь год хотелось поработать. Нистовое желание поработать. Эти шутки поработать, они такие на самом деле донные, но серьезно. Ну это не к тебе претензия. То есть симулятор работает, я даже опустился специально. Да, да, я и говорю, что эти шутки со дна, понимаешь? Ты пошел. Ты плохо пошутил. В конце эфира. Короче, тема дня. На первом месте списка игр PlayStation Vita расположился проект Digimon Story Cyber Sleet. Cyber Sleet. Digimon Cyber Sleet. Звучит как название бритвы, если честно. Digimon Cyber Sleet. Четыре лезвия и последний, да, да, да. Мне, пожалуйста, Cyber Sleet от кашля. А из классических игр PlayStation самой загружаемой игрой стала GTA San Andreas. Вот она. Да, да, да. Самая загружаемая игра. Классическая. Классическая. Классика. Просто кто-то очень хотел впихнуть. Как-то связано с играми. Ладно, я следующую новость тоже озвучу, это же одной строкой. Да, ради бога. Sony продала более 53 миллионов PlayStation 4. Ура. Да. Это означает то, что больше PS4, богу PS4. Свыше 3 миллионов консолей было продано меньше, чем за месяц. Все это раскрыли на выставке CES 2017. По словам исполнительного директора компании Кадзу Хирай, на данный момент продано 53,4 миллиона различных моделей консоли. В начале декабря представители Sony заявили о 50 миллионах проданных консолей, так что PlayStation 4, PlayStation 4 Pro и PlayStation 4 Slim были популярным подарком в файлшедшие праздники. No shit, Sherlock. Также компания рассказала о том, что в период рождественских каникул ей удалось продать, 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 ей удалось прогать. Более 50 миллионов копий программного обеспечения. Одним из лидеров стал Uncharted As Thieves End. Было продано почти 9 миллионов копий. Бла-бла-бла, цифры, цифры, цифры. Да забей. Sony всех побеждает. Тем временем хакеры взломали Twitter европейского подразделения компании Square Enix. Когда ты хакер и забыл пароль от своего Twitter. Самые отстойные хакеры в мире. Да. И пароль такой LOL12345. 6 января на странице издательства Издевательства Square Enix Europe в Twitter появилось несколько провокационных сообщений. Авторы постов объявили себя лучшими хакерами на планете и изменили информацию о компании в профиле социальной сети. Хакермен! Да, да, да. Ну там, знаешь, комментарии в Twitter были, типа, что это за дети взломали, типа, что это за хакеры отстойные, типа, да, да, да. Я хакермен. Фиппи – это такой хакермен. Да, да, да. С Twitter Square Enix. Ну, то есть они не попытались даже сделать никакой интриги. Да, можно было бы попытаться... Не пытались инфоповод сделать крутым. Ну, то есть где-то я читал на каком-то из ресурсов, то ли на Канобе, то ли еще где-то там подборка. Финал Фэнтези 15 was a mistake. Да, 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 что-нибудь такое, что типа... Или что-нибудь хотя бы вот, что-нибудь потом. Да, 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 или что Kingdom Hearts 3 сейчас выйдет, там, вот что-нибудь такое. Мы уже загружаем его, да, на порнгар. Ну, то есть так, чтобы у всех прям вспылало. Они назвали себя Cyber Wolfgang. Название как будто придумал десятилетний ребенок, серьезно. Мне кажется, я... На киберслете. Я когда впервые попал в интернет, я примерно в том же направлении мыслил по поводу своего никнейма. 666 еще. Типа там Cyber Wolfgang или там Суперпарень, там, не знаю, что-нибудь такое. Ну, то есть это из разряда донных никнеймов. Чуваки, если вы нас смотрите, а возможно вы из России, это очень плохое название для хакерской группировки. Потому что если бы вы делали что-то крутое, то... Надо предложить хорошее название. Как вы зоветесь, но как вы делаете полное дерьмо, вам нужно хотя бы... Упорное дерьмо. Да, упоротое дерьмо. Вам хотя бы нужно нормальное название. Нормальное название, да. Да, Half-Life 3. Да, например. Чтобы типа того. Half-Life 3 Gang. И они взламывают Steam каждый день, пока гейб не подгонит Half-Life 3. Ну, в Twitter Square Enix Europa появились сообщения из серии «Если вы не смотрите аниме, то зачем вам жизнь?» FIFA настолько дерьмовая игра. Я величайший хакер из всех живых. Кто-нибудь возьмите меня на работу. Вот это вообще было уже такой desperate, максимально отчаянный твит. Кто-нибудь возьмите меня на работу. Что ты делаешь? Давай на работу дайди себе. Ладно, вообще это было неинтересно. Провернули и все. Каждый проводит Новый год по-своему. Продажи Майнкрафта на ПК превысили 25 миллионов копий. Да, меж тем. Подожди, в комментариях ВК просит, чтобы мне рассказали про игру «Class of Clans». Расскажите про игру «Class of Clans». Ее не существует, я думаю, с большой долей вероятности. Регистрируйте торговую марку. Ну и, блин, есть... Это хакерская группировка есть такая, которая «Class of Clans». Она сейчас взламывает чей-нибудь дверь. Да, к сожалению, никто. Ставь класс, если тебе нравится эта игра. Если хочешь в клан. Это мобильная игра, рассказали. Да. Можно ехать дальше. Песочница Майнкрафт. 6 января стало известно количество проданных копий на ПК. 25 миллионов об этом стало известно благодаря счетчику. Установленному на официальном... Счетчику электричества. Установленному на официальном сайте игры. Тираж 25 миллионов включил только копии, проданные с ПК и Мак. За сутки с 5 по 6 января игру приобрело свыше 9 тысяч человек. It's over 9,000! В начале июня 2016 года разработчик Майнкрафт, компания Маджанк, сообщила, что продала свыше 106 миллионов копий игры. Учитывались результаты на консольном, мобильном ПК рынке, а также издания для Apple TV и, внимание, Raspberry Pi. Я узнал, что есть консоль Raspberry Pi. Пи. Консоль, а микро ПК. Микро ПК. Росбери Пай. Ну, Росбери Пай. Это то, что было вообще-то... То того, как ты родился. Ты чувак, ты что? Росбери Пай, ты знаешь что? Я не знаю, что это. Ты смотрел Мистер Робот, они взламывали эту хрень с помощью Росбери Пай. Они даже, ну... Ты чем слушал-то? Они это Росбери Пай за несколько серий произнесли раз сто в раз. Внимание, Росбери Пай. Ну, хорошо, звучит приятно. Ну, типа это маленький ПК, с которым они взломали вот этот... Маленький ПК. Понимаешь, первый сезон? Да. Они хотели взломать, подложив маленькую штучку туда. Ну, чувак. Вот именно, чувак. Я не обращаю на это. Я не хакер. Это важно. Я не хакер. Ты бы не этой в курсе, что там большая часть всего, что есть Мистер Робот, это все реально? То есть... Да, то есть, что там показывают. Это не как фильм Хакеры. Нет, ну подожди. Фильм Хакеры, ты тоже думаешь, что все реально, да? Ну, глобаный Росбери Пай. Какой фильм Хакеры? Что за фильм Хакеры? Типа, откуда Хакер, ман? Это не подожди. А кто-то этот парень? Я не знаю. Господи, ты боже мой. Он так неожиданно подкрался. Хорошо, что у меня это ухо. Классический фильм Хакеры. Про кулл-хакеров. Я тебе рекомендую очень посмотреть, потому что там Анджелина Джоли светит сиськами. Неплохо. Сыграно. Да. И это не главное преимущество этого фильма. Там еще играет... Все придумано, насколько я понял. Как его? Томми Ли Миллер, который, собственно, играет Шерлока Американского. Так. И еще и в трейнспоттинге играет. Пора подняться. В первом, втором. Ну, в общем, давай. Хакеры. Ты должен... Ты смотрел фильм Хакеры? Конечно. Скажи, это бомба вообще. Да. Ну, все, все, все. Посмотри, пожалуйста. В фаге маленькие люди не знают ничего. Фильмы Хакеров не смотрели. Росбери Пайни. Еще и журнал Хакеров. Подкладывают вообще эти маленькие... Фу, журнал Хакеров. Может, ты журнал Агромания не читал? Я не читал. Две тысячи четырнадцатого года создатель игры Маркус Персон продал свою студию Маджанг. Компания Микрософт за два с половиной миллиарда долларов. Но это уже не так важно, потому что я не смотрел фильм Хакеров. Хакеры. Хакеры. Простите. Это важно. Молодая же. Множество. Да, я говорю, она... Да, молодая Анжелина Джоли. Да, да. Молодая Анжелина Джоли. Анжелина Джоли. Анжелина Джоли. Основной блок. Тренировка. Эээ... Ну, ладно. Так вот. Мы перейдем к основному блоку, дорогие друзья. Число одновременных пользователей Steam превысило 14 милли... Жалких 14 миллионов. Например... 10-14 Ватиканов, наверное. С 30, наверное. С 30-14. Что? Я подумал, что продешевил. Ты пытаешься открыть люк в Лосте? Люк в Лосте. Ну, там циферки нужны. Вот. Число одновременных пользователей превысило 14 миллионов. Это типа 4... Почти в 4 раза меньше, чем продано PlayStation 4, что вы понимали. Значит, дай... Одновременно находиться. Неважно, дай набросить. Это толпа людей. Они в очереди стояли. 7 января в Рождество православное люди... Это повлияло, безусловно. ...собрались. И был установлен новый рекорд по количеству одновременных активных пользователей. Аминь. Об этом сообщил фанатский сервис SteamDB. Согласно чарту... Мамы, я ДБ. Первое место удерживало Дота 2. С онлайном в... Все, поехали. Следующая новость. Сейчас бы Рождество в Дотку покатать в 2017. С онлайном 951 900 человек. Неплохо. Неплохо. Выкрутился. Да. Второе место по популярности было у Counter-Strike Global Offensive. А сколько нет сюрпризов вообще? А сколько нет сюрпризов? В игре в одном месте находилось свыше 675 тысяч... Я не понимаю, кто эти люди. Смотри, на 4-ом месте вполне себе сюрприз. Да. Мертвая игра, да. Не мертва. На 3-ом месте GTA 5, слава богу. На 4-ом месте Team Fortress 2. GTA 5, слава богу, Edition. Только по такому... 7-ого января скачивается бесплатный апдейт для GTA 1. И удаляется 8-ого. Ark Survival Evolved, футбол менеджера 2017, Rust, Garry's Mod, Warframe... Warframe. 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 Неожиданно. И Цивилизация 5 на 10-ом месте. Warframe. 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 6-ого ноября 2016 года сервисом был установлен рекорд 13 миллионов и 100 тысяч человек одновременно пользователей. Ну, не обязательно, чтобы это были люди, естественно. Максимальное количество игроков удерживал январь 2016 года, когда в Steam было сразу 12 миллионов активных аккаунтов. Ну, типа, в январе людям нечего делать, они шпилят в Контру и Доту. Как будто весь остальной год им нельзя это делать. Слушай, настолько нечего делать, что они шпилят в Team Fortress 2, приговая Overwatch не стоит своих денег. Нет, в Team Fortress 2, при всех ее недостатках сейчас, это, тем не менее, одна из крутейших сбалансированных игр. Сейчас, конечно, она уже из-за того, что она стала фри-ту-плейной, она потихоньку начала скатываться на четвертое место. В шапошный ад. В шапошный ад. Но поначалу шапки, это было забавно. Шапки. Да, потом шапки на шапки, и шапки, шапки, шапки. Что должно случиться с человеком? А потом ты стреляешь шапками и в лицо другим шапкам. Как фокусник такой, достаешь шапки из рукава. Что должно случиться с человеком, чтобы он проснулся 7 января и такой, я хочу прыгать в футбол. Мне нравятся комментарии на нашем сайте. Первый комментарий. Рождественское чудо. Ответ это на этот комментарий. Скорее дауны. Вот так вот борьба людей. Типа скорее дауны, заминусите меня. Да. Ну ладно, окей. Окей, к черту. Ну в смысле, хорошо, озвучили. Молодцы. Дальше. Следующая новость. Состоялся официальный релиз многопользовательского мода для Just Cause 3. 6 января команда разработчиков NaNoSteam объявила о выходе мультиплеерного мода для Just Cause версии 1.0. Разработка велась в течение года. Игроки могут загрузить бесплатную модификацию с официального сайта разработчиков только в случае, если приобрели лицензионную версию Just Cause 3 в сервисе Steam. Команда NaNoSteam приступила к созданию многопользовательского дополнения в декабре 2015 года. С тех пор авторы, ну то есть когда вышла Just Cause 3. С тех пор авторы еженедельно отчитывались о работе над проектом. Купили пиво. Сидим кодим. Все нормально. Разработка продвигается. В декабре 2016 года состоялся выход публичной бета-версии. Разработка велась при поддержке компании Square Enix и студии Avalanche, благодаря которой команда довела модификацию до бета-версии. Самое забавное, когда разрабатывалось Just Cause 3, у Avalanche спросили, вот была Just Cause 2, и там не было мультиплеера. И его сделали фанаты. Всем очень понравилось. Вы планируете запилить поддержку мультиплеера в третьей части? Конечно нет. На что Avalanche сказали, конечно нет, фанаты запилят. Ну то есть серьезно, ответ был такой. Ну а зачем делать что-то, что можно сделать что-то другой. Да, вот, ребят, давайте, сделай еще раз. Что тебе нравится моя игра, сделай, пожалуйста, на него модификация. Не выпендливайся. Мне кажется, ребята, которые делали Skyrim, думали точно так же. Зачем нам нормальная боевая система, если фанаты ее сделают сами? Они сделали. Ну, как говорят, что есть там еще что-то там. Молода сиськи. Да, зачем сиськи, если фанаты могут посмотреть фильм Хакеры. И с Power Rangers, да. Да, в любом случае, для тех, кто был фанатом многопользовательского режима JustCost 3, знайте, что ваша любимая развлекуха... Танцы. Да, со звездами. Доступна теперь и в третьей версии этого симулятора революции. Симулятор революции. Продажи сейчас, скорее всего, подскочат. Да, 200 проданных копий. 500 или 700 рублей. Целых 700 рублей, ты обалдел. Это два CS GO. Это два CS GO, вы не понимаете. И пароль и паркейс. Ты с ума сошел. CS GO стоит в районе 400 рублей. За это еще и платят, господи. Ладно, окей. Ну, я думал, она бесплатная. Ну, дотка бесплатная, расслабимся. Ну да, ладно. Аркейн обеспечит плавную работу ПК своих. У меня просто уже есть одна желтая карточка, я хакеров не смотрел. Выгнать могу. Нормально, это просто устное предупреждение. Аркейн обеспечит плавную работу ПК-версии игры Prey. В принципе, пофиг. Мы сейчас будем играть на консолях. Создатели серии игр Dishonored, занимающиеся разработкой игры Prey, постараются избежать... Кстати, ты слышал новое веяние, Петр? Что Dishonored на самом деле говно, и мы все просто переоцениваем эту игру. Как новую, старую? Нет, второй Dishonored. Старое говно. Да, да. Прям, знаешь, такой... Прошлогодний. Да, да, да. Кто-то такой, типа... Дядя, игра говно. Я помню, у нас на новогоднем марафоне кто-то писал, ну, в комментариях или в донатах даже, что, типа, да игра говно, он просто... Это такой Disgusting Man, и вы, типа, хайпаете эту игру, а на самом деле полное дерьмо вообще. Даже разработчики говорят. Да, 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 да. Я такой... Харви Смит такой, я очень старался, сделал игру пять лет, но получилось дерьмо. Нет, я очень старался сделать дерьмо. Да, да, да. Да это же дерьмо, это было дерьмо, что? Я такой, yes. Читает, так говори, Dishonored 2 дерьмо. Как этот, гифка с этим, ну... Первая часть такой почитает, что с Бандерасом. Да, гифка с Бандерасом просто, вместо него только Харви Смит. Да, дерьмо. Блин, дело первой части, получился шедевр, чёрт. Ничего, во второй раз я не слышу. Так вот, создатели серии игр Dishonored, занимающиеся разработкой игры Prey, перезапуска серии, скажем так, не до серии Prey, постараются избежать проблем. В смысле, потому что... Зачем ты так, Prey? Потому что не до серии. Ну, давай, если к не до серии. Не до серии, да. Prey. Я понял, что ты имел в виду, уже после звука наехал, ладно. Просто не до серии звучит как, типа, шлак. Нет, не до серии, потому что... Ну, потому что вторая часть не вышла, я понял, да. Да. Постарая... Это неплохо. Не до серии. Не до серии, это неплохо. Например, Last of Us тоже не до серии. Загрузка процесса. 3.4. Так вот, они постараются избежать проблем с производительностью ПК-версии. Отменив ее. Нет, нет, нет. Опа! Это достойно новости, что разработчики в современном нашем мире, в современных реалиях, они постараются избежать проблем. Ведь обычно они пытаются их не избегать, а теперь об этом надо заявить ответственно, что мы будем работать, мы не будем рабами. Понимаешь, в чем проблема? Мы не будем есть грибы, да? Да, мы не будем есть грибы. Понимаешь, в чем проблема? Типа, ну, пользователям ПК им очень нужна доза успокоительного каждый день. Заер, заер. Что они помнят. С ПК-версией Prey все будет хорошо. А в этом рассказал креативный директор Рафаэль Калантонио. О, господи, Калантонио в интервью с Game Informer. По словам Калантонио, большое количество проблем с производительностью ПК-версии Dishonored 2 послужило уроком для команды разработчиков. Урок. Здесь сидят такие запахи. Ты никогда не знаешь. Сегодняшняя тема оптимизации на ПК. Давай. Калантонио в доске. Ты никогда не знаешь. Он не выучил урок. Да, ты никогда не знаешь наверняка, что произойдет после релиза. Особенно на ПК со столь большим количеством конфигураций и прочего. К сожалению, случилось то, что случилось. Игра Dishonored 2 вышла. Дерьмом. Получила несколько патчей. И сейчас она работает действительно хорошо. Разумеется, теперь мы уделим вдвойне больше внимания тому, чтобы ПК-версия Prey была безупречна. Спасибо за одолжение, Arkane. Он отмечает... Это был, естественно, Рафаэль Калантонио, если вы не поняли. По голосу. Да, он отмечает, что несмотря на заимствование технологий ID, IT, тех, движок Dishonored 2 был полностью новым. То есть мы позаимствовали, но потом забили и сделали свой. В случае с Prey риск не столь велик, поскольку игра разрабатывается на CryEngine, проверенной на многих проектах технологии. Dishonored 2 вышла 11 ноября. Движок от закрытой студии. И, собственно, является одной из лучших игр этого года. Игра Prey переосмысления франшизы анонсирована на Е3-2016. Точной даты релиза пока нет, но он запланирован на 2017 год. Я очень сомневаюсь, что выйдет в этом году, но однозначно одна из самых ожидаемых. Почему сомневаешься? Ну, потому что это Arkane Studios, они делают всё. Вот проходят дни, пролетают города, высыхают океаны. Ну, серьёзно, они делают ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО. А что они делали до этого? Dishonored. Ты в курсе, что серии Dishonored уже, по-моему, 11 лет она там в разработке? Харви Смит такой говорит, я последние 11 лет занимаюсь этой серией, и очень ей там это, при... как это называется? Предан. Я такой, чё, подожди, 11 лет, это сколько же получается? Ты посчитал? Да, действительно. Ну, то есть до этого они делали Dark Messiah. Как Might and Magic. Ну, то есть они медленные. У них типа три игры там за последние 17 лет. Ну, подожди, Тодд Говард их воспитает, я уверен. Воспитает. Воспитает. И он сам ОК-то воспитал, блин, его родители плохо воспитали, а кого он сам воспитает, блин, комиксы считают. Ну, наверняка у Bethesda, я не помню, они же, по-моему, уже объявили или нет, что они на Е3 выступать будут. С концертом. С концертом. Группа Bethesda. И группа Грибы вместе выступают на Е3 просто. Причём Бестесда на разогреве у Грибов, да. Да, окей. Тем временем, пока... Только на конференции Wargaming, например. Ну, почему нет? Грибы на гейм. Telltale Game Series. На грибы. Ты должен пороть хип-хопы. С грибным человеком, понимаешь? Да, да, да. Лего Грибы. Блин, я Петя ещё про грибного человека не рассказал. Расскажу обязательно. Хидео Кодзима похвастался набором Лего по грядущему PS4 эксклюзиву Horizon Zero Dawn. Я готов поспорить, это не было среди тех наборов Лего, которые тебе подарили. Ну, у меня круче. У меня существующий. Разрабатываемая силами Кодзима Продакшнс таинственная игра Death Stranding, о которой вы слышали, наверное, из каждой щели в конце прошлого года, таинственная, крайняя игра, использует движок, готовящийся к выпуску эксклюзивно для PS4 таинственного ролевого экшена Horizon Zero Dawn. Однако партнёрство японской команды Guerrilla Games разрослось до конструктора Лего. Легендарный, легандарный создатель франчайза Metal Gear Solid Хидео Кодзима разместил на своей страничке в Твиттере фотографии специального набора Лего для даунов с роботом Тол Нек из Horizon Zero Dawn. Готовую фигурку геймдизайнер сравнил со статуей Годзиллы. И запихнулся. На самом деле, данный набор Лего имеет весьма интересную историю. Первоначально он был создан одним из фанатов по имени Уэйн Дебир. Уэйн Медведь. Моя фамилия Дебир. После чего с ним связался комьюнити-менеджер гириллия Ерун Родинг, чтобы получить инструкцию по сборке и воспроизвести эту работу у себя в студии. А вы хотели бы увидеть официальную линейку Лего по Horizon Zero Dawn? Спрашивает у нас на гейммаге. Мне интересно почитать комментарии. Раньше был тише воды, ниже травы и делал шедевры. Сейчас же Хидео Кодзима то, Хидео Кодзима сё мда. Хидео Кодзима выпил шампанского, съел лапши. И собрал Лего. Живет примерно как ты. Только ты ешь дождь, пьешь охоту крепко и собираешь себя воедино после новогодних праздников. Почему не в теме дня шпала? Какой-то азиат собрал Лего. А у меня жвачка банановая есть в кармане. Пишет Бум Палка. Бум Палка. Бум Палка на гейммаге. Да, но это новости серии из категории Стёба. Кодзима любит такой всякий сюр из серии Лего собирать. Ну да, мы скоро займемся этим тоже. Мы в погоне за популярностью Кодзимы. Оторвать подписчиков у него. Бэтмена в прямом эфире, который мне подарили на день рождения, потому что больше я их нигде не соберу никогда. Ну то есть они где-нибудь лягут на полу. Не оставишься на подоконнике. Нет. У себя на подоконнике. Нет, я спрячу их у сердца. Ну вот. Я лжу, да. Game Info... Нет, нет, нет. Нет, конечно, хочешь эту новость, я знаю. Да. Но нет. По фильму «Чужой зовет» зовет. А я как он для себя шутал. Чужой зовет. Иди кушать! При чем кушать буду я, да? Проиграл прям вообще. Чужой зовет. Колов чужой. Тебя джунгли зовут. Если ты смелый, ловкий умелый, чужой тебя зовет. Окей. Вот. Выйдет VR-игра. Чужой залет можно еще. Давай еще что-нибудь придумаем. Чужой самолет. Чужой. Месолет. Месолет. Хороший день для тех, кто мечтал о VR-версии Alien Isolator. Ну, такой. Да нет. Такой же, как любой другой. Студия Fox Innovation. Кстати, ты в курсе, да? А, ты в курсе, что Георг Акапян в чудовищном восторге от VR-а. Да. Что повергает меня в печаль. Меня удивило то, что он такой, ребят, с VR-ом все нормально. Есть одно условие. Надо выспаться. Для того, чтобы играть в VR, надо выспаться. Такой, сижу, что? Я просто представляю, да, сзади игры, знаешь, там, насилие, сквернословие. Такая флажка, надо выспаться. И такой Z, и перечеркнуто. Нет, спи. Мам, я хочу VR, а ты выспался. Проспись, иди проспись. Ну, то есть, он говорит, если вы поспите и поиграете в VR, все хорошо становится. Голова не болит, все прекрасно. Надо выспаться. Может быть, из-за этого я не люблю VR, я просто не высыпаюсь. Он указывал на то, что когда ты выспишься, у тебя картинка. Когда у тебя замыленная сонная рожа, то при тебе тебе живое это все высыпается. Вот оно что. О, живое состояние. Такой сонник, почему вас не тянет PlayStation 3 игр в разрешение? Не, не выспитесь. Не, не выспитесь. И я говорю, леща. У вас глаза мылятся просто. Так вот, студия Fox Innovation Lab, уже все понятно, и режиссер Ridley Scott анонсировали игру Alien Covenant Virtual Reality Experience. Virtual Boy Reality Experience. Когда научиться название давать на игру вообще? Ну, ты серьезно? То есть, ну, серьезно? Наконец-то ты взялся за это дело. Я все ждал, когда же ты закипишь? Ну, то есть, у меня все... Ну, то есть, ну, елки-палки. Ну, ну, то есть... С... 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 Квре. 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 Она будет приурочена к выходу фильма «Чужой зовет», который увидит свет 19... Который зовет 19 мая 2017 года в кинотеатры. Обещана поддержка всех крупных VR-платформ. Скотт, который... Я не крупная VR-платформа, это просто кость широкая. Да-да-да. Назначен исполнителем-продюсером игры. Уже настораживает. Особенно, когда... Хороним. Обычно, когда режиссер становится... VR плюс Ридли Скотт. Я вспоминаю игру Спилберга, которая... Ити? Нет. Игру Спилберга. Ити? Ну, где он там что-то про... Какие-то кубы или что-то такое. Игра Спилберга про кубы? Ну, он же был... Вы че? Нет. Нет, ну забейте. В общем, кому интересно, тот нагуглит. Была же какая-то игра, где он выступал то ли продюсером... Я слышал, что режиссер фильма «Хакеры» сделал свою группу 2R. Нет. Да. Так вот, Ридли Скотт, назначенный исполнителем-продюсером игры, режиссерское кресло занял Дэвид Карлок, известный зрителем по работе над спецэффектами хоррор-франшизе «Коллекционер». Судя по анонсу Fox Innovation Lab, уверены в том, что им удастся напугать игроков. Ну, своим названием точно. Оказавшись на чужой планете и принимая решения, от которых будет зависеть, выживете вы или умрете, вы узнаете, что такое настоящий ужас, гласит пресс-релиз игры Alien Covenant Virtual Reality Experience. Настоящий ужас — это ваше название? Да. Это не первая совместная работа разработчиков и режисс... Я думал, ты ешь хлеб. Разработчиков и режиссер, в 2016 году вышла VR-игра, посвященная фильму «Марсианин», где можно сажать картоху. Проект получил низкие оценки в Steam, неудивительно, потому что... Бог-судья всему этому. Ну, серьезно, ну, блин, VR-игра... Бог-судья... Бог-гундир... Бог-судья... Гундир-бог? Virtual Reality Experience. Да. Когда тебя судит Бог в VR-е просто. Донаты там. Давай, донаты. Давай, да, извините. Я открою новость, которая взорвет интернет. Пока что. Да уж. Дэл присылает за 200 рублей. Пишет, спасибо за хорошее начало рабочей недели. Мужики, спасибо и тебе, Дэл. Спасибо и тебе, мужик. Лекс, присылает денег и пишет, какие могут быть игры, когда в стране разруха, гоу, все на завод. Я создал. Я создал, да. Хорошо. Договорились. Присылай инвайт. Кидай инвайт. Как я люблю говорить. Иди, мы тебя догоним. Вот. Мега-Онтарио. Ничего, неплохой ник. Лучше, чем название игры про чужих. Пересылает 100 рублей. Приходит Sony к Кодзиме и спрашивает, как продвигается разработка игры. Загадочно. В смысле? То есть, те 60 миллионов были не только на упоротые трейлеры и доставку еды. Спрашивает Кодзима. Это, кстати, вполне реалистично звучит. Я думаю, Кодзима... Да, да, да. Я не приходил, и Кодзима спрашивает, как разработка игры, а он им лего показывает. Смотрите, я с Деляль. Я с Деляль. Я с Деляль. Я с Деляль. Блин, если Кодзим говорил по-русски, я думаю, он так и говорил. Я с Деляль. Я с Деляль. Плестейка люк. Посмотрите. Фильм Викинг. Оля-ля. Так вот. Все. У меня на этом все. У меня на этом все. Переходим к бомбочке. Бомбочка. Рубрика Бомбочка. Журналист Game Informer сказал о Half-Life 3. О полном бардаке во время разработки и прототипов ожидаемой игры от Valve. У нас Новый год, поэтому мы не могли не зашкварить первый выпуск новостью про Half-Life 3. В последнем выпуске подкаста Game Informer редактор издания Эндрю Райнер. Что? Биошок. No Gods or Kings. Райнер. Рассказал, что в свое время компания Valve вела работы над различными прототипами новой части Half-Life. Экспериментируя с технологиями и даже жанрами. Танцевальный симулятор. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Как сообщает журналист. Блин, было бы офигенно. Вообще просто. Но, в принципе, это логично. Конечно. Да. Ведь концовка эпизод 2, она подводила к тому, что люди вот-вот готовы затанцевать. Нет, ну то есть... У них уже ноги в пляс просто. Да, особенно у того парня, который умер. Да-да-да-да-да, без ногов. Извините, пора бежать. Да нет, ну вспомни Portal. А, ну да. В конце Portal, да. Слушай, I'm Solo, I'm Han Solo. Вот это вот есть же? Да. Just Dance, как бы... Да, да, да. Dance Central Star Wars. Да, и все может случиться. Но, как сообщает журналист, когда он изучал историю игры для своего материала, один из разработчиков предоставил ему некоторую достоверную информацию о нескольких прототипах... Извините, вы отвлеклись на руки. Наруто. Это круто. С одной стороны круто, а с другой где руки. Один из разработчиков предоставил ему некоторую достоверную информацию о нескольких прототипах третьего Half-Life, отметив, что в один момент их производство превратилось в полный бардак. У них было множество различных прототипов, над которыми работали небольшие команды по четверо или пятеро человек. Но не по трое. Но ни один из них никогда не сдвинулся с мертвой точки. По их словам, наиболее перспективными были два. Один из них должен... Смотри, нету цифры 3 нигде. Один из них должен был стать стратегией в реальном времени. Ну вот это вообще просто стратегия. Гордон, вперед! Дотка! Моба, моба игра! Дота 2 это Half-Life 3, понимаешь? Ты понимаешь? Проект Титан отменили, вышел Overwatch. Отменили Half-Life 3, Дота 2 накатили тут же. Да, все сходится. То есть это мы не правы, что не играем в Доту. Гордона Фримену туда добавят. Да, да, ты понимаешь, что это наше... Надо найти... Подожди, герои Дота 2, похожие на Гордона Фримена сейчас. Герои... Ты читай новость дальше. Сейчас будут смеяться в Яндексе над этим запросом сейчас. А в другом привлекались живые актеры. Разработчики планировали новый вид экшн-адвенчуры с участием настоящих актеров. Примерно как Night Trap, только более продвинутые. Короче, блин, они не думали сделать... ШУТЕР! Night Trap это альбом какой-то? Night Trap это да, это трек из фильма Драйв знаменитый. Знаешь, что приятно? Что когда ты гуглишь фразу герои Дота 2, похожей на Гордона Фримена... Показывают Киркорова, да? Нет, тебе выдает всю информацию только про Гордона Фримена. Никакой Доты 2. Спасибо, Гугл. Как сорняки, знаешь, его парывают на грядке так. Всю информацию о Доте 2. Давай сюда. По словам Райнера, он пытался связаться со многими разработчиками Valve, но все они не желали поднимать тему Half-Life 3. Тупик за тупиком. Всё, что он смог от них услышать. Иди туда, там, тупик за тупиком. Встань и подумай над своим поведением. Half-Life 3 он захотел. Мразь. Мне оба концепта абсолютно не нравятся. Второй какой? Адвенчура с живыми актерами. Какая-то инновационная технология. Да? Я слышал о ней. Называется «Игры от Telltale». Ну, типа того. Инновационная технология. Half-Life и Telltale Game Series. Я прекращу... Нет, приключенческая игра хорошо, а вот... А почему не шутер? Я думаю, про реальных актеров имеется в виду, что там просто motion capture круто и всё. Это имеется. Ну, допустим, а почему не шутер? Ну, реально, почему не шутер? Почему Half-Life 2? Потому что... Half-Life 2 шутер, Half-Life 3 внезапно не шутер. Ну, потому что я уверен, что... У нас творческий тупик. Одна из концепций была в том, чтобы перевернуть понимание Half-Life 3. Его уже не надо переворачивать. А он с Half-Life 3 перевернёт его. Нет, не перевернёт. Мы же, ну, как бы неоднократно обсуждали историю с тем, что он с Half-Life 3 должен быть таким, что... То есть, он не может... Грибой. Да, с грубой грибы. Half-Life 3 он не может существовать. Потому что он должен быть, ну, революционным. Ты понимаешь? Я-я-я-я понимаю тебя, да, но, блин... А просто выпускать Half-Life 3 шутер... Габен точно не будет. Ну, я кажется. Ну, ждём, пока Габен уйдёт из вал. И кто-нибудь посмелее да помоложе скажет... Пора. Пора. Пора выпустить говношутер. Хватит это терпеть, нам нужен говношутер 3. Да. Live for the trip. Новый масс-эффект обойдётся без сезонного пропуска. Вот эта новость должна всколыхнуть умы человеческие. Груди. Азари. 7 января, то есть в Рождество, опять-таки, когда в Стиме было зафиксировано необычное колебание, да, Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive, Аарон Флинн сообщил, это руководитель студии БОВР, в ответ на сообщения фанатов в Твиттере, детали о планах на дополнение пока не раскрываются. Что не будет сезонного пропуска, он сообщил. Главный танец. Почему он ответил ноу? Фанат серии масс-эффект понизировался, стоит ли ожидать выпуска сезонного пропуска для Андромеды, на что Флинн коротко ответил ноу. Вот так вот. Ноу-п. То есть даже не нет, а не а. Да, отлично. Английский язык с ЕБ. ЕА говорит не а. Отлично. Я больше всего разговаривал, как там, знаешь, чуть-чуть повыше проясни, нет в кавычках, потом твит, в котором написано нет, перевод твита нет. Хорошо. Отвечая на вопрос о том, какого типа дополнения планирует выпускать компания, Флинн сказал, что разговор об этом будет чуть позже. Супердейский дополнение. Давайте вспомним, что делает Бауэр обычно с дополнениями. В день выхода игры у них всегда есть First Day DLC, который добавляет тебе какого-нибудь компаньона, а то и двух. Вот. Но я помню историю типа, ну короче, да, они дополнениями чуть-чуть попозже. Ну неважно, в общем, где-то в начале у них, то есть у них DLC точно есть какой-нибудь первый день, вот это меня просто... Иногда это даже компаньон, вот в Dragon Age 2 всегда был так. Ну то есть всегда в Dragon Age 2, да. Когда вышел Dragon Age 2, там был Себастиан. 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 Да, да, да. И, ну как бы, компаньоны добавляли в Dragon Age 1, в общем, ну то есть это самая дебильная практика DLC, на мой взгляд. Да. Ну то есть максимально. Нет, самая дебильная практика DLC, это продавать концовку за 15 баксов, Принц Персии 2008. Ну, да, есть, есть такое, не очень, не очень, не очень. Не очень вообще, прям очень не очень. Да. Очень не очень. А с ужаса раз то же самое. Да, ну вот это вот, это самое... Это, 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 ну это вообще зашквар зашкварыч. Да. Ну то есть это, ну мы даже не берем в расчет... Вреда на зажбенью. Да, мы вспомнили только две игры, и по-моему больше не существует, наверное, ну из тех, что стоит упоминания. А по поводу вот дебильных практик DLC, вот Бавер очень любит вообще DLC. Учебник дебильных практик DLC. Да, да. Учебник дебильных практик. А это делать персонажей через DLC, ну то есть... Да. Ну то реально, то есть кем надо быть, чтобы такой, у нас есть шесть персонажей, но шестого вы сможете купить за деньги отдельно, потому что, fuck you, просто такие, знаешь, типа пошли в жопу. Он инопланетянин, и его можно отыметь. Вот серьезно. Когда мне компания говорит, что типа у меня есть игра, ты за него платишь 60 баксов, и все в ней круто, только вот есть еще в первый же день выходит DLC, где ты можешь купить еще одного персонажа. И такая, типа, пошел в жопу. Любишь нас, да? Пошел в жопу. Пошел. И я такой, знаешь... Заканчивай это! Я всегда защищаю Бауэр, потому что они делают, в принципе, хорошие игры. Но черт подери, это такой донный вообще момент. Я хочу тебе сказать, что... Просто максимально, это ублюдская хрень. Серьезно. Надо быть полными, конченными людьми, чтобы в DLC продавать персонажей в первый день выхода игры. Конченые люди, да? Ну серьезно. Это максимально ублюдочная практика. Я хочу тебе сказать, что игры для PlayStation 4 уже стоят по 70 баксов. Ну, неважно. Ну, как бы, да. Меня это расстроит. Ну, меня расстроит. Это как бы игра для Xbox Plus DLC. Да. Ты же понимаешь. Маленько. Ну, вот. Это произошелся, мне прям стало страшно. Ну, мне потому что, ну, как бы, я не понимаю этого. Я понимаю, когда тебе DLC дают, ну, как бы, какой-то кусок сюжета отдельный, ну, типа, ты прошел игру. Там есть кусок сюжета. Не, отдельно. А, все, я понял. А, типа, Arrival. Да, типа, Arrival. Типа, Arrival. Типа, DLC от Naughty Dog. Типа, не знаю, DLC от... Да, даже от тех же Bowware отличный аддон, который выходил, как отдельно огромная игра к первому Dragon Age. Dragon Age Awakening. Ага. Вот. Ну, вот это... Ну, это... Такая неприкрытое, вообще, неприкрытое свинство, что хочется... Неприкрытое гейство. Прямо скажем. Хочется дать им леща всем. Это название дела сипака, который выйдет в первый день. Да. В общем, пока что... Ну, какой-нибудь такой дерьмо наверняка будет. И не будет сезон пасса. То есть, это максимально. То есть, что ты не мог даже сэкономить. Ха-ха-ха-ха. То есть, ты должен просто купить все по фул прайсу. То есть, 10 баксов за дебильного персонажа, который вкрячивается в сюжет зачем-то, которому можно вообще выяснить. То есть, сезон пассы будут? Нет, это для дебилов. Покупайте за полную стоимость. О чем вы говорите? Да, да, да. Ну, то есть, вы же покупаете наши DLC с персонажем, который должен быть в полной версии. Да? Да. Зачем вам тогда сезон пасс? Вы и так, ну, как бы будете все покупать. Ну, то есть... Вы и так вошли в режим терпилы. Да, да. В режиме терпилы реально. Как в Думе активированный режим терпилы. Когда ты любишь Бауэр, ты чувствуешь себя в режиме терпилы просто все время. Потому что, ну, то есть... Блин. В Deluxe и Super Deluxe Edition есть какой-то пыжак. Я не знаю, что это... Чтобы они этот пыжак себе в пыжак засунули. Вы же знаете, чего вам хочется? Возьмите свою космическую мартышку на борт гулей и отправляйтесь навстречу приключениям. Это описание герни, которая тебе доступна в Deluxe и Super Deluxe Edition. Вот эти вот Deluxe, Super Deluxe Edition. Пыжак Edition. Что? Почему? Магмаз Эффект Андромеда. Пыжак Edition. Ты знаешь, это, типа, luxury. Да. Типа, luxury эти что? Зачем это дерьмо? Черно-белая обложка и стилдлук. Ну, то есть... Нет, хорошо. И гейб-компайон. Да, но зачем... DLC. Я ненавижу. И пыжак запретный заказ. Я ненавижу вот эту схему дебильную. Ну, почему нельзя делать нормально, по-человечески? Хочется денег. Ну, то есть... Неужели им плевать на свою репутацию среди геймеров? Ну, то есть, есть же много компаний, которым не плевать. Почему им плевать, они делают хорошие игры? Это бизнес... Её... Это не бизнес, это свинство. Бизнес, это когда ты, ну, нормально зарабатываешь, бабос. Да, а не... Пыжак. Пыжак. Не пыжаком своим. Ладно. BioWare представила новый трейлер и скриншоты Mass Effect Andromeda. Показали кадры одной из миссий и новую систему. Прокачки. После объявления от релиза Mass Effect Andromeda, компания BioWare представила геймплейный ролик игры показала новые скриншоты. Это произошло в рамках начавшейся пятого пыжака выставки CES 2017. Во время отрывка одной из миссий, проходящего на показанной впервые планете, игроки смогли увидеть новую систему прокачки, позволяющую на ходу менять класс персонажа, а также систему апгрейдов вооружения. Насколько я помню, это как-то обосновано даже сюжетно. Что ты можешь менять, прокачиваться как угодно. Я не знаю. Но я знаю, ладно. Насколько... По этой огромной статегии Минформера у них же была. Большущая статья, если хотите, можете в интернете даже перевод найти. 1028 страница. Да. Вот. Где, собственно, одна из тем, которые касались разработчики, что вы сможете... То есть раньше как было? Вы выбираете класс в начале игры и все ничего не можете поменять. Я просто не помню. Какая-то сюжетная обоснованная. Ну, что-то типа первопроход... Как он там называется? Корва стал камнем, поэтому вы можете теперь менять систему ходу. Да, да. Как называется главный герой? Ну, блин, я забыл. Проходимец. Проходимец. Анальный проходимец. В общем, главный герой он проходимец, поэтому может сделать все, что хочет. С вами и вашим кошельком. И никто не обратит внимание. Иди отсюда делся, и ты сможешь менять прокачку на лету. Ненавижу. Вот. Ненавижу вас ехал. Пыжаки. Катки я. И все, в трейлере вы посмотрите главное. В это новое. Посмотрите трейлер. Трейлер. Как я ее ожидал, он, ну, такой же. Так себе скучно. Ничего интересного. Особенно мы много уже видели. Потому что трейлеры СС они никогда не бывают какими-то суперинтересными информативами. Они скорее про красоту. Да, СС это выставка, когда все в говно еще. Никто не приходит. По этому трейлерам показывают такие. Да, 1 января. Кто делает выставку 1 января? Серьезно, да. То есть, парни. Никто не хочет идти на выставку 1 января. Ну, я думаю, что закона подходишь, журналисты говоришь. Хочешь поехать на выставку 1-5 января? Он такой, я выше мордой в салате был уже, наверное. Ты знаешь, спасибо за предложение, но я откажусь. Да, ну и как бы самое важное из этого всего, что видео закрылось. А, 21 марта. Как и предполагали, марта 2017 года. 21 марта, ну... Ну, то, что игра выйдет сказать, 21 марта даже была... Ну, то есть, был слив еще несколько месяцев назад. Потому что запалили дату артбука. А, да, артбука. Артбука по Mass Effect, который должен был выйти как раз таки в этот день, по-моему. Если я не ошибаюсь. Ну, в общем, в конце марта. Ладно, бог с ним, Бауэр... Добро. Будет гореть в аду. Вот. Люблю Mass Effect, если что, не подумайте. Кино и сериалы. Мини-серия Конана О'Он О'Брайена о геймерах превратится в отдельное шоу. Не знаю, насколько это хорошо. Но он так забажил с финалки 15-й. Что видите, посмотрите. Ах, хорош, ждайте им отдельное шоу этого парня. Хорошо. В новом шоу... Главное, чтобы они не скатились до игры в Clash of Clans. В новом шоу руководитель ТБС хочет... Класс of Clans. Ага, класс of Clans. Что такое класс of Clans? Сохранить главную черту Clueless Gamer – неподготовленность участников и импровизацию ведущего. Ну, окей. Игровые компании отправляют нам свои игры, чтобы мы запустили их в эфире и высмеяли. Знакомо. Потому что рубрика пользуется огромной популярностью. Да, у нас происходит примерно то же самое, только на русском. Вам не нужно учить английский. Мы планируем начать производство отдельных эпизодов шоу. Кевин Рейли – президент ТБС. В последнем выпуске передачи ведущий проходил сюжетную линию игры Battlefield 1 вместе с Терри Крюсом. В рубрике Clueless Gamer ведущий передачи Conan O'Brien вместе со звездами сериалов и фильмов играет в видеоигры, снимая происходящее на камеру. Первый выпуск Clueless Gamer вышел в эфир в июне 2012 года. Если вы не видели, посмотрите, есть даже переведенный на русский язык. Если вам неудобно смотреть, стыдно на английском смотреть, смотрите на русском. Неудобно, перед матерью. Ну, вдруг. А что в России же мы, чтобы на английском ролике смотреть? Я за интернет плачу, чтобы тут на посурманском разговаривали, что ли? Тем временем, пока происходят такие вещи, создатели экранизации Uncharted закончили работу над сценарием фильма. Об окончании работы 7 января объявил Джо Карнахан, сценарист фильма по одноименной игре Uncharted. Над сюжетом он работал с июля 2016 года. Карнахан выложил в своем инстаграме фотографию монитора, на котором показана постельная сцена с участием... Билла Мюррея, не знаю. Титульная... Я не продумал концовку, шутки. Титульная часть сценария фильма Uncharted. В качестве продюсеров обозначены киностудии Avi Arad Productions и Atlas Entertainment. Ну, от Avi Arad ни одного плохого. Ну, Avi Arad крутой человек. Хорошо, хорошо. Ну, то есть он много делает. И Atlas Entertainment. Режиссером просто никогда не видел, знаешь, вот поставку Avi Arad. Да мы даже в новостях обсуждали. Режиссером киноленты станет Шон Леви, который работал над такими фильмами, как Прибытие, Живая сталь и первых двух частей Ночи в музее. Живая сталь говно, Ночь в музее тоже. А Прибытие вообще... Прибытие, говорят, на норму. Ну, тут, да, но он там не режиссер. Ну, то есть я не хочу собить фанатов Ночи в музее, но это, блин, ну, серьезно. Не хочу собить фанатов Ночи в музее. А Живая сталь, я думал, что это будет круто, а это какая-то... Это с Хью Джекманом? Да, да, про гигантских дерущихся роботов, слезки, там, вот это вот... Xbox 720, да. О, нет, не умирай, там, вот это вот все, да. Ну, как Шерлхи, короче, дерьмо, да. Да, да. Размазывают сопли по стали. Да. В июле 2000... Сталина на них нет. В июле 2016 года сценаристом был назначен Джо Карнахан, который также занимался картиной «Плохие парни 3». На счету Карнахана такие фильмы, как «Плохие парни», «Команда А» и «Схватка». Готово, теперь начнется настоящая работа. Если где-то в Голливуде есть сценарий лучше и круче, дайте мне его прочитать, ибо этот просто бомба, пишет Джо Карнахан, сценарист Uncharted. Е точно на них… Сценарист, а то есть, сейчас он утверждает… Что это лучший сценарий, герои, героиды. Ну не с худшими сценариями. Ну не с худшими сценами, но с посредственными сценариями. Ну не с посредственными сценариями. С предсказуемыми. Но это и есть посредственными. С линейными сценариями. В смысле? Вся сценария, линейных. Нет, в играх от TTE Mo. Они так говорят. Ну, короче, да, очень смелое заявление Проверять его я, конечно же, не буду Я буду Я буду проверять, потому что это, знаешь, это как из категории Кстати, главную новость дня, которая у нас, не новость дня Надо обязательно озвучить Свершилось чудо И это не Рождество Христово Чудо случилось Рианна Пратчетт не будет работать над продолжением Том Брейдер Аллилуйя, май Так же, как и разработчики игры Более того, да, ее отдали в другую студию Там все уже сделано Надо просто прийти и нарисовать чуть-чуть другие текстурки Нет, но будет делать студия, которая делала Deus Ex Да, неплохо Ну, то есть, не фонтан, но неплохо Я никогда не спрашиваю за это Лара Крофт Ну, то есть, я готов пожертвовать студией Ради того, чтобы Рианна Пратчетт не писала сценарий У меня не было отвращения к сценарию Допустим, Райдер за Том Райдер Он плохой, но он нормально Он на уровне Uncharted 1 Это было интересно Полина смотрелся интересно Отвратительный сценарий Это когда в конце вылезает Таиландская Иисус, например, да, как в Том Рейдер, да? Ну, Иисус, ну, там не... Ну, не Иисус, ну, окей, да Нечто похожее Ну, не знаю, блин Появляется носорог И из его вагины вылезает... Ну, подожди А ты не любишь Айсавентуру? Демон Или, блин, я не знаю Это не плохой сценарий Плохой сценарий фильма Хуба Бола Ну, то есть... Да ладно! Ну, там, конечно, топовый Там топовый сценарий Там исполнение не очень Ну, короче, блин Ну, сценарий не отвратительный Он очень плохой Клишированный Предсказуемый Там куча роялей в кустах Но для меня это и есть отвратительный Есть черта отвратительности А, хорошо, давай ее обозначим Давай, сейчас я вспомним Фильм сам отразительный Зеленый слоник, блин! Да нет, зеленый слоник, там глубокий смысл Ты что? Очень глубокий смысл Там хорошая игра актеров, конечно Если бы Telltale сделала игру по зеленому слонику Это был бы хит Нелинейное решение Принять хлеб, отказаться от хлеба Ну, короче, блин, но там не то, чтобы очень плохой сюжет Ну, серьезно Ну, на мой вкус очень плохой Но это, типа... Ну, то, что какой-то новый сценарист Не факт, что он будет лучше, кстати Может вообще бездарь Мне кажется, все может быть лучше, чем Может вообще бездарь Может вообще бездарь Может это будет обезьяна, у которой будет снята половина черепа И будут поступать импульсы электрического тока ей в мозг И даже тогда она будет писать лучше, чем Риана Браччин Я уверен Покажет сценарий режиссера фильма Uncharted И он такой, ммм, неплохо Вот, ну ладно, в любом случае Ладно, да, перейдем к последней новости в рубрике кино и сериалы Шоу Тайм намекнул на дату выхода третьего сезона Твин Пикс Твин Пикс Самый ожидаемый сериал 2017 года Твин Пикс Считает афиша Дейли Парни, вы что, девчонки Какой самый ожидаемый Парни, вы что, девчонки? Серьезно Скорее всего вернется на экраны 30 апреля этого года А ты не ждешь, что ли? Ну, ну, типа нет Настало время напомнить 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 Ну, я не смотрел весь Твин Пикс Лора Балуна рубил ее отец Вдруг кто-то забыл Об этом Спойлере Мне кажется, очень важно было напомнить Дальше, я должен заглянуть в чат Нет, я должен заглянуть в чат Ну, кто не знает, ну, серьезно Ну, блин, это же, ну, это классика Это на башорге было в топе цитатов Ну, то есть, это вообще просто Просто я уверен, что Первый же комментарий Сука 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 Аааа Я тебя убью Я тебя убью Ублюдок Тупак жив Что? Тупак жив? Так вот Вернется на экраны 30 апреля этого года Кабельный канал Showtime На котором будут показывать сериал Разосал свой календарь на 2017 год С голыми, не знаю Ведьмаками С старичками На последнем дне апреля Изображена Изображена картинка с водопадом И надписью Твин Пикс Поклонники Предположили, что в этот день Стартует третий сезон сериала Неплохо Неплохо Молодцы, поклонники Да, да, вполне себе Прямо вообще поклонники Красавчики По данным портала Deadline Премьера первой серии состоится еще раньше На американском На американском фестивале независимого кино В Санденсе Который пройдет с 19 по 29 января 2017 года Не парьтесь, вам все равно туда не попасть Если вы не живете По-моему это в Канаде Экран что-то снимет, выложит в интернет Ранее в Сити появились тизеры нового Твин Пикса На одном видео режиссер Дэвид Линч в образе шефа регионального бюро Гордона Кула ест пончик Вау! А на другом 30 секундном ролике композитор Анжела Бадаламенти играет тему Лоры Палмер Вау! Первые два сезона Твин Пикс выходили на канале ABC с апреля 90-го по юню 91-го года Двадцать шесть лет этим спойлерам! Двадцать шесть лет! Чуваки! Я-то понимаю, мне смешно от того, что у людей горит от спойлеров 26-летней давности Лору Палмер убил ее отец В осенью 2014 года Успела она сказать перед смертью Шоураннер Дэвид Линч обрадовал поклонников известиям о съемках продолжения В третьем сезоне в шоу навернутся старые актеры Кайл Маклахлен, Шерил Ли, Майкл Откин, Ричард Бреймер и другие Кроме того, в продолжении снимутся Науми Уоттс, Майкл Сера, Тим Ротт, Дженнифер Джейсон Ли, Джеймс Белуши и основатель группы Nine Inch Nails Трэнд Резнер со своей женой Вообще, будто они бухали вместе И Лич такой человек! Как будто это не съемки сериала, а вечеринка Ну, будет, это значит, это значит, это еще Трэнд Резнер со своей женой А кто еще будет? А еще Майкл Сера? Не, ну, СССР будет, я сниму А ты один башни, нет, я с женой приеду Я с женой приеду Да, 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 да Ну, серьезно, Бог еще такой, знаешь, этот Лич с каким-то такой Чуваки, а давайте вы все в Твин Пиксе сниметесь И вот такие, да нет, ну старик ты бухой Завтра с утра 5-5-5, но ничего не разрешишь Вот, и он такой, да нет, давайте, давайте ко мне все И так к актерскому составу Твин Пикс присоединились все сливки общества Удивительно, что тут нету Канье Веста Все, с кем бухал Дэвид Линч Да, да, там все его собутыльники Дэвида Линча присоединились Ладно, 30 апреля, предположительно, начало третьего сезона Запомните дату, если вас это волнует так же, как Больше, чем клеточный лейкоз, скажем так Следующая новость уже из рубрики технологий Анонсирован первый смартфон Nokia на базе Android Финская компания HMD Global Новый владелец Nokia анонсировал смартфон Nokia 6 Работающий на операционной системе Android Nokia 6 получил 64 гигабайта памяти 4 гигабайта оперативной памяти Экран в 5,5 дюймов С разрешением Full HD 16-мегапиксельную камеру И 8-мегапиксельную фронтальную Ни одной цифры 6 я тут не вижу, но Nokia 6 Окей, если бы это был бы Nokia 666, я его, может быть, даже купил бы Работать смартфон будет на Android 7.0 Nougat Продажи новой Nokia начнутся в начале 2017 года Купить телефон можно будет только в Китае за 250 долларов Вот это уже непонятные анальные пробки, конечно Следующие модели телефонов Nokia работали на Symbian, Windows Phone и Linux В 2010 году Nokia начали экспериментировать с переходом на Android, но в урезанной версии Выглядит как обычный Android-телефон Да, только от Nokia Но... Армфон 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 Можно купить только в Армении по цене в 250 рублей 250 драм В месяц Можно обменять только на шашлык Особые палатки Особые палатки по обмену телефонов на шашлыки Предыдущие модели телефонов работали на Symbian, да, Windows Phone и Linux До этого была урезанная версия Android С дизайном Windows Phone и без сервисов Google Неужели кто-то одобрил эту идею? Давайте сделаем Android Популярную операционную систему Но с интерфейсом самой убогой операционной системы И без сервисов Google Да, давай Nokia 5 Вышла Таким образом Нет, таким образом вышла Nokia 10 10 Plus и 10 L Да Как презерватив прямо X, X Plus и XL Нет, модели Nokia, которые вам не надо покупать Бокси В день рождения Дэвида Боуэ вышел его мини-альбом Бокс Или он с Богом Черт В день рождения Дэвида Боуэ, которому 8 января То есть вчера 2017 года исполнилось бы 70 лет Вышли его новые EP No Plan И видео на эту же песню Снятое режиссером Томом Хингстоном Об этом сообщает New Musical Express Помимо трека No Plan В EP В EP Это типа короткий альбом В EP ему Да, EP Ну Дайте мне альбом Я ему В EP Да Вошли Килинг A Little Time When I Meet You И Лазарус Тот самый Лазарус Лазариус Это Блин Нет Ты не хочешь шутить Все песни Что Все песни Все песни включены в саундтрек к мюзиклу «Лазарь» Собственно Над которым Я сказал три разных версии, Петь, чтобы ты не накапывался У меня альбом был У меня альбом был Собственно Над этим мюзиклом Мюзикант работал Незадолго до своей смерти У меня альбом был записан Примерно в одно время С альбомом Black Star Послушатели Скачать No plan Можно По ссылке В статье Афиши Или в интернете Дэвид Боу Умер 10 января 2016 года От рака печени Спустя два дня После своего 69 Дня рождения И выхода альбома Black Star Который дебютировал На первом месте Американских чартов Billboard Боу начал свою музыкальную карьеру В конце 60-х годов И люди сейчас такие Мы вообще где? Мы про игры тут говорим? В 2К17 Обсуждать Space Oddity Да, да, да Может еще От Майкла Джексона Ничего услышим Да запросто вообще Изи Боу начался Музыкальную карьеру В конце 60-х годов И прославился Благодаря синглу Space Oddity 69 года Он активно выступал И выпускал альбомы До 2004 года А затем взял Тайм-аут И вернулся Со следующим альбомом Только в 2013 Недавно На телеканале BBC Вышел документальный фильм Дэвид Боу Последние 5 лет Посвященный записи Двух последних альбомов Музыканта The Next Day И Black Star Стимити Вот А также созданию Музикла Лазарус Все Дэвид Боу Прекрасный Музыкант Да Его любит Кодзима Поэтому его любит Захар Вот Ну Ну Конечно Да Приятно Что Кодзиме Дэвид Боу Дэвид Боу Дэвид Боу Охотники За привидениями Блин Ну Нужна срочная новость Папа Римский Запечалил демонов В своем iPad Потом Айпад разбивается И оттуда Восвобождается Вселенское зло Не сдирая Эту наклейку И он значит Приходит В свою палату И его спрашивает Папа Что вы хотите сегодня Он говорит Кушать Мне нужна маленькая наклеечка В самом время Ватикана Круглая Белая На мой iPad Хочу запечатать Пару демонов Я сегодня в настроении Это сделать Другие предположили Что наклейка похожа На логотип Организации Гидро Из марвеловских комиксов Этот вариант Мне больше нравится Представляешь Гидро Представляешь Папа Римский Агент Гидры Ну то есть Следующий Не знаю Плод 3 Следующий первый мститель И там типа Этот как его Капитан Америка Спасает весь мир И Ватикан в частности И Папа Римский Такой Приходит к нему И такой Хайль Гидра Засаживает Мнош Да Мстители Вероятно камеру В главе католической церкви Заклеили для безопасности Если вдруг хакеры Взломают устройство Они не смогут без ведома Папы Франциска Сделать фотографию Или записать видео Когда люди Заклеивают камеры Это вызывает подозрение Что они делают Такого Что они хотят Ну серьезно Мне кажется У Папы Римского Такая вообще Насыщенная жизнь Безусловно Чтобы следить за ним Там Пишут в комментариях Бог все равно все видит Да Между прочим Так что Папа Извини Так вот В связи с чем Я кстати рекомендую всем посмотреть Я уже говорил о нем Фронтальную камеру Свою телефон Да И так же сериал Молодой Папа Про молодого Папа Римского Где происходит всякая Веселая Он не заклеивает камеру Он не заклеивает Потому что ему нечего скрывать Ему нечего скрывать Да Молодой Папа Римский Ему нечего скрывать Очень рекомендую хороший сериал Очень угарный Вот А мы перейдем к теме дня Россиянин взломал Несс Мини Спустя Тридцать лет И это был вред Виноват вред Сломал Перевели неправильно Он уронил Россиянин сломал консоль Несс Мини Пятого января Сразу после его дня рождения Пользователи Ютуб Под никнеймом Аркадий Ру Аркадий Паровоз Вовлекал видео На котором показал Процесс взлома И взломанную консоль От Нинтендо То есть это как бить Ребенка Отбирая у него конфету То есть ты взломаешь то Что во первых Уже было взломано А во вторых Тут особо взломать То что умереть не может Да То есть это как я не знаю Соленая страва Соленая страва Я хакнул игру Понг Ну то есть Есть такие люди Я выпустил игру Дремкаста в 2016 Нет Это заслужит уважения Я делаю Шинму 3 Вот эти вот У нас лучшая Линейка игр на Xbox в истории Там какая-то новость Про Шинму 3 была На праздниках Она вошла в стадию Финальной разработки Да Шинму 3 разварилась Наконец то Зломать консоль удалось Двум российским хакерам Под никнеймами Кластер и Мэдманки А привет пацаны Я знаю кластеры кстати Ну в смысле лично Ты думаешь это он? Да это он Это точно он А то понимаешь что такой ник просто очень Он пытался на форуме ГБХ А ну понятно Чтобы добавить больше игр на NES мини Требуется загрузить определенную программу И загрузить нужные данные Топовый совет вообще Носитель Который затем Требуется подключить Ну зачем Чтобы Чтобы добавить больше игр Требуется Загрузить определенную программу И добавить больше игр Это одна из Не знаю Самых странных Хакерских Взломов В моей жизни Потому что Ты взламываешь компьютер Как бы Чтобы загрузить туда эмулятор Из своего компьютера Чтобы играть Там эмулятор установлен на NES мини Который эмулирует 8 игр А тут через него можно эмулировать Не 8 а 30 вообще-то Да конечно Какая разница Хорошо Ограниченное количество Нет Еще несколько модификаций Знаешь как Марио 1, 2, 3, да 38 Вот это Так ладно Давайте не будем опять про NES мини Сейчас Ну ладно Там хороший эмулятор стоит На NES мини И он У него крутые фильтры А я по-моему Под ламповый телевизор есть Понятно Вот Короче ну это удобно Ну вот NES Который запускает все игры от NES И выглядит как NES Но при этом маленькая Метод взлома Заключается в сохранении файлов Слот стартовой игры Супер Марио Брос Через который можно добавить Кстати интересный вопрос Почему Супер Марио Брос Почему бизнес Почему не супер Марио Брос Почему не супер Ну то есть Ну то есть Интересный вопрос Единица бро А во множестве брат Я не понял Игра супер Марио Братл any Ну да Почему она называлась супер марио брос Ну то есть Почему в слове А suffered Брос решили сократить Трия в коробку не умещалась Типа какая разница Прошу 30 лет Нак就到 Я думал, ты как человек, который течет от всего, что делать Нинтендо, должен был исторгнуть какой-нибудь таинственный ответ, заключающийся в том, что, не знаю, Сигиро Миямото сходил к китайским шаманам и выкакал название в таком виде. Я могу тебе сказать, почему Марио носит кепку. Потому что он лысый. Нет, потому что мощностейный. Но ты можешь рассказать зрителям. Ну, ты знаешь, история за пивом, который все уже слышали, я это знаю. Мне не интересно. Ну, потому что восьми бит мощности NES не хватало для того, чтобы отрисовать, как развиваются его волосы на литру. Блин, он снимает, а там красивый хайер. Как эта реклама ТВ-парк, помните, да, чувак с косичкой такой просто. Такие волосы. Ваша косичка еще не финишировала, подождите. Так вот, метод взлом заключается в сохранении файлов в слот стартовой игры Super Mario Brothers, через который можно добавить информацию в память консоли. Владелец взломанного устройства может менять параметры игр, добавлять игры, добавлять обложки и удалять предустановленные игры. Выход обновленной консоли из 80-х состоялся 11 ноября 2016 года. В Nintendo Mini присутствует один USB-порт, это на один больше, чем в новом MacBook Pro, и 30 предустановленных игр. На 30 больше, чем в новом MacBook Pro. На конце была в названии точка, или не была? Да. Всегда была точка. Ну, как бы писать с точкой, или это... Просто без точки ровно 16 символов с двумя пробелами. 16 символов, 16, ну, бит, там, я не знаю, что... Нет, ну, 8 битов, нет, да никак, это сокращение... Японцы, блин, вы изучаете английский в контексте японцев? Да, точка была. Жирная квадратная точка. Did you write it? Ну, в смысле, нет? Это просто запрос, Super Mario Bros, почему? Вообще, посмотри, дизайн просто, это же... Что за ужас? Кусты, это перевернутые облака. Почему Super нормально написано, а Mario Bros вытянули, что... О чем думали дизайнеры Nintendo в 85-м году? Слушай, Марио столько же лет, сколько мне. Бедняга. Бедняга, да. А у него нет лего, между прочим. А у меня есть. Одной ногой. У меня есть Coca-Cola, да, у тебя нет. Одной ногой в могиле уже. Ой, пора заканчивать, дорогие друзья. Спасибо, что смотрели. Да, это был выпуск первый в этом году, шоу еще больше минералов. Мы вернемся со стримами сегодня, наверное, еще с каким-нибудь. Стримчиками. Хочется поиграть в Радугу-6. Это стандартно. Потому что дома я не могу, у меня времени не хватает. Все время отнимает Хоббит. Мы подумаем над этим еще и озвучим там. Хоббит приходит и отнимает мое время. Бьет ногами. Какая-то знаменитая гифка, где... А как зовут актера, который играет Хоббита? Как его зовут? Бильбо Бэггинс. Доктор Бэггинс. Да. Что? Доктор Бэггинс? Доктор Ватсона, Бильбо Бэггинс. Это доктор Бэггинс. Геленваль. Я записался к доктору Бэггинсу. Доктор Бэггинс. На 9 января. Да, да, да. Знаменитый этот... Как его, господи? Знаменитый... Знаменитый... Братья... Клубка, Клубатель 2016 года. Господи, как эта профессия? Как зовут доктора, который осматривает вагины? Гинеколог. Гинеколог, да. Лучший гинеколог 2016 года. Ладно, в любом случае... Я считаю, нужен подписчик. Вы уже придумали доктора Шишаова и даже не заметили это. По-моему, это Геленджин и что прочее. Давай, прочитаю. Донаты, да. Геленд Рэй пишет. Бум, приветище. С наступающими праздниками. Плюс с прошедшими днями рождениями меня и тебя. Плюс у вас же еще 1 января был месяц, как вы перебрались на ДТФ. Какой повод не возьми. Желаю удачного, доброго и крутого года. Жгите с новой силой. Добра вам. Добра и любви. Спасибо. И Мега Антарио пишет. Масс эффект Андромеда. Когда ты фанат Ведьмака и тебя поручили сделать боевку. Блин, но этот огонь из руки. Огонь из руки это нормально. Это огонь из руки. Да. И Next Gen Dog. В скобочках. Егорка. Привет. А я до сих пор люблю вас по-гейски. И два гейских смайлика. Спасибо. Спасибо. Я хотел сказать, что Мартин Фриман на той гифке показывал всем фак. Есть знаменитые гифы, где вы снимаете в Хоббите. Но это уже не важно, потому что я придумал доктор Ваггинса. Так бывает, когда одно изобретение затмевает другое. Доктор Ваггинс. Господи. Я надеюсь, что человек с этим ником появится. И подпишется. И подпишется. И, не знаю, и станет знаменит и велик. Как Кодзима. Ну ладно, стримы еще будут. Стретьте за анонсом в социальных сетях. С вами были Артавас Мурадян. Захар Бочаров. И Боев Болоцкий. Увидимся завтра на этой передаче. Полюбас. Полюбэ, да. Спасибо большое, кто смотрел нас. Счастливо. Давайте, ребятки, пока-пока. Спасибо. Спасибо. Спасибо.